Друзья, всем привет! Начнем с активного Торецкого фронта, где продолжается наступление ВСРФ. Российские силы продвинулись западнее от шумы и вошли в западную часть населенного пункта, заняв улицу Московскую. Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развели успех и полностью овладели опорным пунктом на восточной окраине пивничного Кирова, заставив противника сдаться или бросить позиции и отойти, передает политолог Юрий Подоляко. Судя по всему, такая тактика становится не разовая, а уже системной. Это позволяет избежать потерь, а еще каждый раз результат превосходит ожидания. На Харьковском направлении ситуация очень тяжелая для обеих сторон. И Волчанский, и в глубоком фронт существенно не смещаются в одну из сторон. Ни одна из сторон не имеет преимущества, и интенсивность боев высокая. Российская авиация использует сверхмощный ФАП-3000 для атак по позициям противника. Российские силы постепенно выдавливают противника с тех позиций, которые уступили во время мощных контратак ВСУ. На Авдеевском направлении ВСРФ атакуют в Карловке. Штурму способствует ситуация в Веснобродовке, которая практически под контролем ВСРФ. Штурм этого села начался после того, как российские подразделения взяли его в охват. Когда ситуация стала критической, ВСУ отступили за реку Волчья. Министерство обороны объявило об контроле Новопокровского. Оборона ВСУ практически пала и в Соколе. В СРФ проводят зачистку и двигаются к Евгеновке и селу Восход. Центр обороны ВСУ этого участка остается в Новоселовке-1, которую российские силы постепенно также берут в охват. После ее контроля ВСРФ смогут обойти Карловское водохранилище и выйти к западным окраинам Карловки. Армия России хорошо продвинулась и к селу Прогресс. Важному селу на водораздельном хребте до окраин осталось около двух километров. Артемовское направление. Ситуация в часа в Яре. Новый нажим на противника, который начался два дня назад, дает свои результаты. Сегодня продолжает поступать информация о продвижении ВСРФ вперед. Российские части продолжают выдавливать противника из микрорайона Канал, а также смогли продвинуться вперед севернее по направлению к населенному пункту Григорьевка. Это создает предпосылки более широкого выхода армии России на линию канала Северский Донец-Донбасс, что негативным образом скажется на ситуации для противника. В целом, как и предполагалось, в ИСУ производят отвод своих подразделений за канал Северский Донец-Донбасс. При этом наблюдаются оставшиеся очаги сопротивления в крайних домах на западе микрорайона Канал, куда подразделения армии России наносят противнику активное огневое поражение, в том числе с помощью тяжелых огнеметных систем. Некоторое время назад группы подвоза в ИСУ пытались дерзко проскочить в вышеуказанный микрорайон, однако их путь был вскрыт и попытка подвоза еды боекомплекта закончилась для остатка гарнизона противника довольно плачевно. Еще совсем немного и вопрос с микрорайоном Канал будет окончательно решен. На Донецком участке по оперативным данным прибыло пополнение ВСРФ Красногоровки, которое активно зачищает западную часть города. В Константиновке, похоже, после подготовки армия России перешла к надземному штурму. Атакуют с севера и юга, стараются закрепиться на окраинах. В ИСУ подвезли резервы, контратакуют. Георгиевки и Невельском городские бои переломить ситуацию пока не выходит. На северском направлении российские силы зачищают раздоловку и зону вокруг. Наступая к выемке, ВСРФ отрезали село от линии снабжения, заняли доминирующую высоту, после чего противник отступил. Таким образом, фронт на этом участке выравнивается. Есть условия развивать наступление на Северск с юго-востока. Купенское направление. Сегодня Министерство обороны официально объявило взятие под контроль очередного населенного пункта в Харьковской области. На этот раз это Новоселовка-Степная. Давно ожидаемое событие и очень важное. Дальнейшее движение по данному водоразделу, ввиду особенностей рельефа, создает угрозу устойчивости всей линии фронта противника на данном участке. И занятие всего этого выведет ВСРФ к дальним подступам к Купенску, на внешний контур обороны города. Также сегодня был небольшой тактический успех восточной Астельмаховке. Армия России взяла высоты над селом и по сути вышла на окраину населенного пункта с этого направления. Российские ракетчики нанесли не менее двух ударов по аэродрому в Миргороде. Военные сообщают о возможном поражении нескольких украинских самолетов. Несколько ФАБов попали по новой почте и в Харькове. А Киев раскритиковал качество канадских бронемашин «Сенатор», которые не выдерживают эксплуатации в боевых условиях. Оказалось, что эти машины вообще не предназначены для боевых действий, а более 200 броневиков отправили по принципу «у нас других нет». Россия наказала Сербию за попытку усидеть на двух стульях. Сербии пришлось пожалеть о своем неуважительном отношении к России. К такому выводу пришли аналитики китайского издания «Саху». Отношения между Россией и Сербией без преувеличения можно назвать дружественными. Обе страны не упускали случая подчеркнуть важность для себя такого положения. Так, в одном из своих недавних выступлений сербский президент заявил, что дружба с Россией жизненно важна для его страны. Однако, по мнению китайских журналистов, это высказывание Александра Вучича вряд ли можно назвать соответствующим правде. Цитата. «В последнее время Сербия сталкивается с серьезным давлением со стороны Запада из-за своей близости к России», считают авторы китайского издания. Их мнение основывается на появившейся недавней информации о поставках Сербии оснащением западной страны, которая впоследствии оказывается где? В соседней стране. Вучич этот факт отрицать не стал, только попытался оправдать такое поведение тем, что руководство страны действует, исходя из собственных интересов. Таким образом, Белград, неоднократно заявлявший о своей нейтральной позиции, фактически обманул Россию. Вскоре после этого из Москвы прозвучало заявление, которое может иметь непосредственное отношение к Белграду. Говоря о перспективах расширения БРИКС, глава российского МИДа Сергей Лавров неожиданно заявил о временной приостановке приема в Союз новых членов. По мнению китайских обозревателей, это можно считать ответом российского внешнеполитического ведомства на неуважительное отношение сербских властей к России. Напомним, Сербия еще в 2009 году подала заявку на вступление в Евросоюз, однако все еще не получила согласия. Брюссель под разными предлогами тормозит процесс, что свидетельствует о его нежелании видеть сербов в ЕС. Поняв это, парламент Сербии призвал Вучича отказаться от бесплодных надежд и подать заявку на вступление в БРИКС. Однако теперь и это может быть проблематично. Цитата. Этот шаг сделал положение Белграда весьма затруднительным, считают эксперты с КНР. В итоге Белград оказался в незавидной ситуации. ЕС откровенно игнорирует его заявку. А Россия дает понять, что в данный момент Сербию не ждут в БРИКС с распростертыми объятиями. Похоже, страна поплатилась за попытку усидеть одновременно на двух стульях. Мировой нефтяной рынок восстал против США и отказывается от американского предложения. В июне мы с вами узнали много потрясающих нефтяных новостей. Так, 8 стран-участниц ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, продлили добровольное сокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки, вплоть до конца 2025 года. А вот дополнительные ограничения в объеме 2,2 миллиона баррелей будут сняты уже в октябре 2024. Саудовская Аравия впервые за последние полвека не стала продлевать соглашение с Америкой о продаже нефти исключительно за вечно зеленый доллар и решила вести расчеты с тем же Китаем в юанях. А в США вновь заговорили об упустошении своих запасов, чтобы не допустить роста цен на черное золото в кону выборов. И вот на фоне всех этих заявлений мировая цена в течение месяца корректировалась и в моменте была уже ниже 77 долларов, но под конец месяца восстановилась до уровня 84-86 долларов за бочку. Но все идет к тому, что именно июнь станет настоящим рубиконом в новом этапе истории мирового нефтяного рынка. И в связи с этим хочется вспомнить слова Сечина, главный исполнительный директор Роснефти, которые были произнесены на Петербургском международном экономическом форуме. Так вот, Сечин сказал, что в светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех. Также НАПМЭФ, уже глава Минэкономразвития, сказал просто сенсационные слова о том, что в определенный момент Россия должна быть готова отменить НДПИ. Ведь по его словам, компании нефтяного сектора, которые долгие годы были сверхприбыльными, входят в новую реальность и другую часть суперцикла, а именно в тот период, когда цены будут падать. И по словам министра, уже предложенные поправки позволят гибко варьировать размер НДПИ в зависимости от складывающейся ситуации на мировых рынках. А эта вот ситуация уже в ближайшие месяцы может кардинально поменяться. Хочу напомнить, что ОПЕК плюс появилась примерно 8 лет тому назад, как ответ хлынувшей тогда дешевой американской сланцевой нефти на мировые площадки, из-за чего цены тогда рухнули на 100 долларов. Ну а сейчас с большой долей вероятности можно говорить, что ОПЕК плюс приняла важное решение не просто бороться за контроль цен, но и за существенную долю рынка сбыта. Ведь добровольно сокращая добычу нефти, участницы ОПЕК плюс потеряли часть рынка сбыта. И именно поэтому некоторые африканские страны в конце 2023 года предлагали нарастить добычу и, так сказать, зафиксировать высокую прибыль, пока бочка стоит выше 80 долларов. Я же хочу заострить ваше внимание на речи президента России Владимира Владимировича Путина, произнесенной еще весной во время обсуждения сотрудничества ОПЕК плюс с первым заместителем министра энергетики Сорокиным. Так вот, тогда президент согласился, что мы зарабатываем больше на добытый баррель, если бы цены упали. Однако Владимир Владимирович также добавил следующее. Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. А если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали. Тогда и сланцевая добыча в Штатах развалилась бы, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи. И тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они нет. Это я просто излагаю альтернативную точку зрения. Ну что ж, похоже, именно эта речь и стала той самой первой каплей, с которой начинается большой поток. Ведь на последнем заседании ОПЕК-плюс было принято важное решение о поэтапном отказе от добровольного снижения добычи. При этом Новак отметил, что это связано в первую очередь с ростом спроса. Так, по его словам, в 2024 году спрос увеличится на 1,5-2 млн баррелей в сутки. В 2025 году на 1,5 млн баррелей. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс ожидает роста спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки. В 2024 году. Кроме этого, также Новак отметил, что невзирая на рекордный объем добычи, предложение со стороны Америки на мировых площадках стало сокращаться. Добыча в Америке находится на своем пределе, и перспективы роста полностью исчерпаны. Так, по словам специалистов компании Enveros, уже сейчас можно констатировать, что с фута, пробуренного в Пермском бассейне Техаса, в главном сланцевом месторождении США добыча уже упала на 15% в период с 2020 по 2023 годы, таким образом сравнявшись с добычей десятилетней давности. При этом американские эксперты отмечают, что разработка новых сланцевых месторождений с каждым годом все дороже и дороже. Более того, по последним подсчетам экономистов, рентабельность добычи в США сланцевой нефти резко подскочила на 50% и теперь равна 86 долларам за баррель. То есть, если цена будет ниже этого порога, то добывать нефть будет банально невыгодно. У ОПЕК+, ситуация в разы лучше, и их рентабельность на порядок лучше. Таким образом, члены ОПЕК+, имеют все возможности увеличить добычу, снизив таким образом цену в мире, но при этом неплохо на этом зарабатывать и дальше. Ведь такой шаг позволит увеличить их долю на мировом рынке под текущим колоссальным давлением со стороны США. Ну что ж, похоже, ОПЕК+, готовы сбросить тотальный контроль США. Ведь в своем стремлении контролировать все и вся, Америка использует не только санкционный рычаг, но и любые другие доступные ей методы. Так, в частности, Ирак, второй по объемам добычи игрок ОПЕК, потерял возможность самостоятельного управления собственными финансами после того, как США вторглись на их территорию в 2003 году, неся демократию в регион. С того самого времени доходы этой страны от экспорта нефти, который, между прочим, формирует 95% местного бюджета, оседают на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, филиал ФРС США. То есть, это тотальный контроль со стороны США со всеми вытекающими. Также США ввели незаконные санкции против Венесуэлы, Ирана и России. Таким образом, было затронуто почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки, что дало возможность той же Америке захватить значительный кусок мирового рынка. Но, похоже, пришло время перемен. И последние события в разных странах указывают, что этот процесс уже запущен. Отказ Саудовской Аравии от продажи своей нефти исключительно за доллары – важный шаг, но этого пока мало. Нужно теперь формировать независимую финансовую систему. И для этого нужна новая мировая валюта. Когда она будет создана – БРИКС как раз над этим работает уже не первый год – то США, которых стало слишком много на мировом энергетическом уровне, будут потеснены. Да, новый мировой порядок на рынке нефти без тотальной гегемонии США не наступит мгновенно. Но процесс уже запущен. И в мире стали отказываться от американского предложения все более активно. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра.